МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2023 года правительство Московской области признало Ленинский городской округ самым безопасным муниципалитетом в регионе. Ленинский округ стал лидером по снижению преступности и повышению статистики раскрываемости. Началось совещание с награждения сотрудников ОМВД, достигших высоких результатов в работе из-за успешного выполнения задач повышенной сложности. Им вручили благодарственные письма и грамоты главы Ленинского городского округа. Также полицейским были вручены ведомственные награды. Служу России. Далее правоохранители подвели итоги за прошлый год. В целом, по сравнению с 2022 годом, количество преступлений снизилось почти по всем направлениям. Было совершено меньше краж, убийств, разбойных нападений и грабежей. В то же время выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Зарегистрировано 78 435 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Поступило 11 896 обращений граждан. По нагрузочным показателям занимаем второе место по Московской области. Высокому проценту раскрываемости помогает и система «Безопасный регион», благодаря которой уже сейчас на территории муниципалитета более 6,5 тысяч камер. Также в 2023 году было открыто два участковых пункта полиции. На ближайшие 12 месяцев в планах еще как минимум один. В жилом комплексе «Дивное». Среди приоритетных направлений на 2024 год правоохранители выделили борьбу с наркотиками, коррупцией, экстремизмом, мошенничеством, а также профилактическую работу с несовершеннолетними. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.